так мы добрались до места пропитания все все живы-здоровы вылезли из горна ребят я как говорила просто охрененно спускались конечно тяжеловато но она того стоила честно сейчас нас ведут кушать а все это входит в тур потому что большую группу людей сходу накормить это очень сложно поэтому пошли есть сейчас покажу чего сна кормят можно покушать с каким-то красным это еще мы солнцозащитка были наши на вас люди вообще сбор спускались ярко бордового цвета ждем еду эти коллеги стоит работают параллель сидят работают интернет поймали начинается кстати совершенно спокойно другому не мешает отдыха работа так мы потихоньку начинаем кушать кормят нас чуду с творогом хинкал поварски с мяском и сейчас еще бульон принесут что-то камеру как куда-то дима смотрит не туда так мы пошли фотографироваться вот она национальной шикарнейший одежда потом все посмотрите вставлю саня а фотографии то только для девочек а потому что наряд только девочка выдали а может там есть мальчика пошли ну это местный уголок задумчивости это красная натика у нее сегодня драные локти и на попе шишки не сдохнешь пошли не ходи как красиво и ощущение блин что-то опять куда-то в горы пендюришь вот туда барин запечел Садись, снимай. Эй, почему? Ой, вообще, почему мы не пили? Так было оказалось. Сейчас? Угу. Сейчас плоток закидывай. Бедная моя память. Угу. Все? Расскажите. Да, все хорошо, классно. А, ну все. Ходили совсем в этническое место. Димыч оставился. Посмотрите, какие мы красивые. Ой, люди ведь здесь живут. Это современные жилища и плюс здесь дом-музей. В общем, очень радушные хозяева фотографировались и ушли. Все, мы поехали дальше. Ой, ребята. Мы на водопаде. Закрыты шикарнейшей красивой пещерей. Ну да, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Ха-ха-ха-ха. А мы же обсвятелись. Ха-ха-ха. Нормально. Просто это. Надо было зайти. А? А вот по этой вот, синие, ладно? Нет. Вот по этой. Мне нужна? Что ты хочешь? Я снимаю дальше-то. Ой, ребят, шутит. Просто неописуемая красота. Насколько я люблю горы и пещеры. Но это самое лучшее. Знаете почему? Она открытая. Вода в свое время прорубила ход. Здесь тихонечко идет водичка. Когда идет весеннее половодие, отсел 10 сантиметров. Раньше, конечно, были большие потоки воды. Ой, это сказка. Мне кажется, кто-нибудь в Пьедестане никогда не поймет Россию. Выходим. А там живет дракон. Вот они ходили дракона кормить. Он даже не был покормил. Ну вот. Я же тебе говорю, не зря бабушка пирожки приходит и продает. Нас дракона покормят. Насколько. Под конец скажу, на каком мы водопаде. Не помню. Водопад такой номинальный, но посетить. Если вам гиды говорят ой, то здесь нечего смотреть. Ребят, здесь есть что смотреть. Просто охрененный гроб. Шикарнейшая пещера. Холодно. При условии, что в Дагестане все-таки жарко летом. Опять, смотрите. Эта грома с солнцезащиткой. Но мы пробыли на солнце, пока ползали часа 4 не меньше. Смотрите, какие просто красоты. А теперь, дорогие телезрители. Я переверну камеру. Так как камера у нас еще тот режиссер. И я чувствую, на монтажке тут еще тот будет контент. Я для вас под музыку сейчас проводочку сделаю. Муж, ты золото. Кстати, сегодня написали в ютубе, что у меня скрочный злой характер. И я тебе постоянно рот затыкаю. Когда ты что-то говоришь, я морды корчу. Живу и страдаю, ребята. Как в тюрьме? Хе-хе-хе. Живу утром. Хе-хе. Хе-хе. Как в тюрьме? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем доброе утро, если у кого это утро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держи Степу за руку Субтитры создавал DimaTorzok 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 При полном заполнении 355 метров На уровне моря Это вот эта полоска виска Это происходит где-то в районе Конца июля Вообще само водохранилище Наполняется От талых Гор Ледников И от дождей Последние несколько там недель Он интенсивно заполняется В связи с тем, что в горах часто выпадает дождь общая площадь при полном заполнении при 355 метров на уровне моря 42 квадратных километров составляет водохранить также его местные жители называют черкесским морем береговая линия из рейзона 83 километров получается общий вода здесь пресная воду используют для орошения зиме ближайших также используют воду для питья можно спокойно на катере кататься и заборки воду брать это она чистая минерализация там идет 363 на 60 миллиграмм на воды и плюс еще здесь обитают несколько выдув рыб начиная от форели классической где-то сантиметров 50 минут недавно я видел видео как парень поймал также красно перки там еще несколько выдув рыб обычный рак он сам сюда и два вида рака запустили как кормовую базу для рыб ну промышленного лова рыб нет только можно приехать удочками половить такие туры тоже называют пишем туры называется круглый год температура круглый год движется в районе двух двадцати трех градусов ближе к ним нет нет он не замерзает ближе к тем местам вот где глубина поменьше дам еще с на температуру 23 24 так так у пляжей здесь нету здесь не особо не купается нам местные жители на катере или те которые приехали бывают массу купания здесь не бывает как питьевая и нежелательно а так люди на катерах куда-то ездят там есть несколько лагун и там могут купаться это не возранять амплитуда колебания воды за целый год это 40 метров это получается от 315 до 355 метров колеблется высота воды саму вода сама черкейская сама черкейская гес построена как я уже сказал запуск первых гидроагрегат вот этот идет в год первого второго и 75 76 год это второй третий четыре гидроагрегата по 250 мегаватт но это генераторы что вы понимали я так называть игра гидроагрегата тем что нижняя часть это лопасти а вышли сейчас это генератор общая мощность 1000 мегаватт это самый крупный по мощности крупная помощь гидроэлектростанции на северном кавказе и сама водохранилище тоже самое искусственно созданное водохранилище на северном кавказе больше этого на кавказе нет второе то что мы увидели вчера это вот эльганайская водохранилище 18 квадратных высота этой плотины двести тридцать два с половиной метра на метров это вторая по высоте плотина после саяношушенской там по моим 240 высота но она длиннее ширина у нее на саму станцию тоже запросы делать два раза в неделю там больше можно посетить до при желании можно попасть там документации паспортные данные дается и они выписывают сама плотина построена самом узком месте нижняя часть где-то 20 метров ширина пробковая часть самой после того как было заполнено в августе началось заполнение само водохранилище вода естественно начала подниматься само селение чиркейпа до этого еще частично было переселена ту часть переселена но некоторые люди еще не уходили не хотели родовое среднего оставлять рассказывали местные жители что утром просыпаясь октябре по моему человек просто встал опустил ноги уже говорят вода поступила в дом и быстро его курю уже на катерах остатки вот это несколько человек которые пожилых людей которые не хотели оставлять родовые села и дома также советские войны еще лет 20-30 назад когда вода спадала до минимума говорят видна верхняя часть минарета но последние годы ее нет значит она она свалилась есть старые фотографии во время затопления и до затопления но специалисты дайвинге сносились да а они так остались вот она дома все так как это в россии тоже какой-то под водой находится если там дайвингом заняться и пойти посмотреть скорее всего можно увидеть также старые дома если она песком его мне за день не занесено ну представьте 47 лет с момента образования произошло по нормативам где-то после 50 и обычно такой водохранилища очищает от его в воду просто спускают здесь 5 миллиарду 500 чем-то тысяч километров воды если здесь сама платят прорвется в районе 40 50 километров вода будет на высоте 15 она просто снесет все то что внизу верхняя точка вот вас заполнена вот помните мозг где мы вчера возвращались ближе к этому мосту вот эта вода понимает уровень будет там вон тут с краю там должен но принципе все можете пофотографировать минут 5 10 и дальше поедем уже на ту сторону кататься на катера а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Канюн! Добро пожаловать на наш канал! 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 Два носатеньких! И обгоревших! Кабачка! Пусатов немножко втянули! Вывали! Настроены! Настроены! А вы что в разные стороны? Смотрите! Ой, не могу! Звезды были! Один Нью-Йорк, другая Пальма! В Нью-Йорке же Пальма росла! В Нью-Йорке Пальма росла? То есть оба из Нью-Йорка? Добро пожаловать на наш канал! Очень! Я буду на заставку наш прямой эфир ставить! Ха-ха-ха! Наши с тобой! Наши с тобой Эрби Спросины! Фоточка их, да? Да! На, провери! Люди только из-за интереса будут заходить! Нет? Не долго штативом быть? Ничего быть! На Натюкин да вы! Не надо мне вашего, на Натюкин! Да вам нитики будете покупать? Выключите вашу аппаратуру! В общем, мы на знаменитом Сулакском каньоне! Дмитрий Юрьевич! Куда сюда! Пофотографировались, на смотровой площадке были! Сейчас я вам красоты всякие покажу! Очень жалко! Ведь я оставили в машине! Я хочу вон туда пофотографироваться! Безумная красота! Ты сделал! О, что я говорил! Заметно будет, нет? Он полетел! Поскакал! Что ты красота! Юрьевич! У нас проводочка сделалась под музыку! Тут, понимаете, вот телезрители, гости канала... Нет слов! Нет! Одни слов! Я вот хочу что-то высказать! А они закончились! У меня слова нет! Не подходит друг другу говорить! Очень красиво! Безумно просто! У меня была музыка! 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 Сейчас мы минут 15 фотографируемся на этой локации и ездим на форелевую ферму. Нет, мы не на форелевую ферму... Мы в ресторан. Тем более будем кушать! При форелевой ферме и есть ресторан. Мы не на форелевую ферму, а просто в ресторан. везде обман все выключаюсь пока на татьяну полноста графировать так мы приехали обедать наша губ компания аленка так сейчас разложит красоту а я пока вам покажу где в каком месте мы обедаем смотрите какая у всех сегодня красотища дима у тебя две рыбы да за аленку ты ешь мы обедаем вот в таком очень классном ресторане на форелевом хозяйстве вот это в реках которая идет на сулакский каньон по факту это водохранилище вот она сама форелевое хозяйство можно было пообедать там но мы большая очень компания поэтому нас логичнее разместить было в другом ресторане на берегу здесь можно покататься здесь можно половить рыбу просто погулять но по факту люди приезжают сюда поесть рыбу посмотреть на город насладиться видом очень жарко сегодня 40 с лишним градусов мы в ресторане кавказ семейный но у нас все это ребята ходят стоимость очень кому интересно могу потом написать возможно пост в инсте как раскладка тура с человека сутки у нас вышли в 2 800 без жилья это со всеми ездами и едами и прочим в общем раскладку сделаю кому интересно возможно в комментариях описание сделает вот там такие вот домики они еще строятся я все хожу и балдею честно прям прям кайфую миноретик какого-то секса здесь наш автобус наши библии все я пошла не